Безопасность дорожного движения Кража брусчатки в случае ДДК Скажите, в какой поре сейчас материалы, уголовное дело? Дело уголовно возбуждено Проводим следственные действия и оперативные мероприятия Возбудили дело в начале февраля месяца Пока возбудили по факту Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия Результаты которых по итогам мы, конечно, доведем Дело возбуждено, не отказное По ущербу были нюансы Сейчас ущерб определен Уголовное дело Следственная тайна Пока дело возбуждено Формация какая-то только будет Возможно, мы, конечно, доведем У нас сразу тоже несколько происшествий Между или среди, или с перевозчиками Сахар, насыпанный в бензобайке Там прям следы были Стрельба по окнам И машина разбитая Проверки проводятся Где-то ряд уголовных дел Возбуждено Либо будет еще возбуждено Вы понимаете, что 167 Она, исходя из решения Последного Верховного суда России Красноярского округа суда Не весь ущерб признается Умышленное уничтожение и повреждение имущества В том числе Подсчитывается Экспертиза же делается И делается не быстро Именно из-за сахара Как это повлияло на систему Газораспределения На систему Подачи топлива То есть это все делается Экспертиза Она непростая То есть материалы Пока у нас проводятся в производстве В уровне знания Там проводится процессуальная проверка То есть эти материалы не забыто Вы не переживайте Мы Обратили внимание на все Выступления Перевозчики Первый, второй маршрут Вот Две недели подряд Мы проводим мероприятие На той неделе мероприятие провели Два автобуса сняли Двух привлекли Сегодня с утра провели мероприятие Снова автобусы отстранили И второй маршрут И первый маршрут Несоответствие Технике безопасности Несоответствие документации То есть снимаем Прямо автобусы С маршрутах Движения Городской бюджет У нас Более 3 миллиарда То есть Почва Для коррупционных Преступлений Достаточно Какие-нибудь громкие Коррупционные дела Раскрыты Вот Вопрос-то заключается в том, что Герут ли взятки в Аджинске Или все-таки От того, что Нет раскрытых Не дорабатывает полиция Взятки 290 Вы же прекрасно понимали Это достаточно Латентный вид Преступлений И является исключительно Долгосрочными Оперативностными Мероприятиями По 20-му году У нас выявлено Больше тяжких Преступлений По 20-му году По Январю 21-го года Уже ряд уголовных дел Был возможен Это связано с освоениями Бюджета В серии бюджета Проводят следственные действия По двум делам Нами Еще коллеги с МРО Головные дела Также возбудили То есть В этом отношении Мы работаем Два дела есть Это за нашим подразделением В том числе В особо крупном размере Взяток пока нет Но в этом отношении Мы работаем Но если кому-то что-нибудь Что-то известно Что берут взятки Мы конечно же отреагируем Милости просим Дмитрий Павлович К району Сейчас они приняли наконец-то Вот это вот решение Постановление По поводу там Оценки Незаконных вырубок Вырубок и так далее У них то есть не было Этого решения Очень долгое время И по заявлению Муниципального инспектора Было понятно Что собственно И вы не могли Никак возбудиться Поскольку Ну нет ущерба А вообще Вот по лесам По вырубкам Каким был Вот Двадцатый Хотя Как он говорил Вы фиксировали И в Ачинском районе тоже Пять дел мы возбудили Ну еще раз говорю У нас не лесной район Это раз У нас Нет таковых Тупиков Где там Тысячами кубов Вывозится лес Понимаете Да То есть работали именно По групповым То есть это вырубка Для населения Люди уже откровенно Выходили в лес Дороги не рубили Либо задерживаем На трассе На дорогах Вывозят Лес там Береза Сосна Которого только вырубили Где срубили Показывают Ну ребята Разрешение В этом квартале Ничего нету Получайте Делайте Пять дел У нас в двадцатом году Снижение произошло Конечно Появлением таких Преступлений В девятнадцатом Больше Ну Двадцать первый год Покажет Учитывая что у нас Все спокойно проходило За исключением одного Одиночного пикета Двадцать третьего Тридцать первого Сотрудники Ачинской полиции Привлекались Для Наведения порядка В Красноярске Совершенно верно Оказываю Содействие коллегам В таком количестве Не скажете Нет Это все таки служебная тайна Да Не в большом количестве А еще Была совместная операция Там Большей частью это ФСБ Но тем не менее На территории Ачинска Когда у нас Какая совместная операция Ну Нам уже раз договорилось Что вас может привлекать Это у вас Перед новым годом Козеву Или как оно там называется А Вы про игорную деятельность Да Там все таки работали Сотрудники главка То есть Вы вообще Никоим образом Не участвовали Оказывали содействие Ну Дальше Возбуждены дела Ведется следствие Сотрудниками Следственного комитета Комментировать Пока не начало Скажите в какой части Вы оказывались В той Которое необходимо было При проведении тех или иных мероприятий Понимаете То есть Все что от нас требовалось От коллег требовалось Мы Сделали То что вы Осветили в СМИ Иного пока Говорить не о чем Вы же прекрасно понимаете Ведется следствие Ведется следственные действия С лицами Комментарии дают Только именно Процессуальные подразделения Но задержанные Не здесь Они в Красноярске Правильно? Следственный комитет Вам сразу ответит при обращении Ну все Я ничего не знаю Очень Вот такое обращение У нас Освещение улиц Достаточно такое Темное В темное время суток Вот проверить Эти лампы Мерцание? Да Вот насколько они Соответствуют нормам Может по городу Не скажу сейчас Именно конкретно По мерцанию Насколько я Помню Вы имеете в виду Люмины Так называемые По ГОСТам Кто отвечает? Пресс-служба ваша Ну не здешняя В ГАИ Пресс-служба Потому что в городе На самом деле Очень темно Вроде все фонари Везде лампы А А когда отвечали Пресс-служба Сладкова? Ну я записал Конкретно По прибору Сейчас конечно Не скажу вам Но мы обязательно Выясним Полтора года Сказали, да? Вести проверку, да? Наше ответствие? По поверке Ну не сталкивался С поверкой Чтобы сотрудники ДПС Замеряли лампы Хотя вот У нас есть Когда замеряли? Прошу прощения Не Вачинске А в Красноярске Проверяли? Ну вот я говорю Я такой практики Вачинске не встречал По мерцанию Чтобы сотрудники ДПС Именно замеряли Мерцание лампы Может вы как обращение К кому-то Это вот другой вопрос Я просто сейчас про аппарат Выясню про полтора года Я впервые об этом слышу Честное слово Но обязательно Выясню Для меня это пока Новость Что у нас там Полтора года На поверке Наверное что-то не так довели Может так не поняли Скорее всего Я думаю Какого не может быть Но обязательно выясним И доведем информацию Несколько нестандартная Наверное История была С пенателем Расскажите пожалуйста Подробности Как вы его нашли Ну не знаю Как он признавался Там не признавался И вообще Ну это история Вы же помните пенателя Есть такой пенатель Есть гражданин Что у него там в голове Творится Профильная Медицинская Организация Ответственная За состояние психическое Психиатрическое Дает свое заключение Да Человек Осужден Там Кем-то к тем-то Там Справ работами Если не ошибаюсь 15% там Удержали Я К сожалению Был в тот момент В отпуске Был мне руководитель полиции Занимался этим Ну 2-3 дня Буквально 2-3 дня Работали группы Прям смотрели Женщины ходили Искали Смотрели Мониторили И вот личным сыском С поддержкой населения Конечно Выявили лицо И применили к нему Сразу все меры Предусмотренные законом Ну согласен Такой вопиющий факт Не должно быть больше такого Ну совершенно верно Ну все равно Ему же задавали вопросы Ну то есть Ваши сотрудники в том числе Он как-то же это объясняет Даже если он Ну я там могу сказать Даже если он идиот Мы с вами можем сказать То что объясняют граждане Ну иногда Даже не говорится В определенных кабинетах Понимаете да Человек такой Что у него там в голове было На тот период Когда он находился Под воздействием Определенных Мыслей Состояния Ел Пил Никто не предугадает Ну я Мы надеюсь Такого больше конечно Не будет такого пинателя Ну и за ним мы конечно Присмотрим еще Но у него Ну правда наказание Не такое что было Изолировано в общество А вы за ним как-то присматривали? Однозначно Все граждане Которые в том или ином Стоят в моменте Мы уведомляемся То есть и медицинскими Организациями Если он опасный Да и так Если гражданин Пришел с другого субъекта По линии гусин К нему присмотреться Нужно за особо тяжкое Преступление Против полового Организации Они все о нас Информируются И мы таких вносим Соответствующей базе данных И видимо Как это можно назвать Нападавший на камеру Фотовидеофиксации Тоже у вас в этом же списке Находится И про этот случай Расскажите как там что Пинавший Дело в суде Солько я знаю Он еще не осужден Дело уголовное в суде Солько я знаю Он еще не осужден Пинавший Приговор суда будет Мы с вами все узнаем О нем Таких было два факта Трасса была И подъем СИЗО наверх Ну Чего вы удивляетесь Ну Открываем наш замечательный Ютуб Да там сотни таких фактов Когда вот Граждане Которые в силу своих В силу своих последствий От этих тренок Применяли Вот такие вот меры Это ж не только в Ачинске Везде по России И не только бьют И стреляют И похищают И ломают И жгут Это в открытом доступе Среагировали Наказали Привлекли Штраф там большой Будет иск Гражданский На миллион Миллионные Человек поймет И думаю Ну и всем остальным тоже будет Урок Нам в интервью Вы сказали Возможно в Ачинске может Когда-нибудь Я так сильно вам даю Фору Появится мотовзвод Мотовзвода пока не будет Почему? Потому что Один Мотцикл Стоит колоссальных денег Все мы прекрасно понимаем С бюджетом Очень много денег ушло на ковидные мероприятия Огромное количество денег На обеспечение масок Иных чистящих средств Понимаете Да Там Выезда Командировки Там колоссальные деньги Поэтому мотовзвода пока у нас не наблюдается Я вам говорю Абсолютно искренне Пока будем работать скрытыми патрулями Скрытыми патрулями А он нам нужен Ну условно говоря Мотовзвод Он для По пробкам Раз И не только по пробкам Не только по пробкам Мотовзвод Почему сразу по пробкам Они Догоняют мотоциклистов Очень даже неплохо То есть люди понимают Когда эта машина не проедет Мотоцикл проедет И когда за предел уже выйдет Ну там уже другие меры принимаются Вторых И же они по одному гонят Парами Как положено Парами Один догоняет Другой применяет Не теряем надежду? Все будет зависеть от финансирования Судя по всему Теряем Нет Я же не сказал Я подчеркнул По поводу исправительного центра Насколько мне известно ГУФСИН возлагает часть ответственности За охрану правопорядка Есть в том числе на полицию Есть ресурсы? Вопрос не понятно Что это возлагает ГУФСИН Это самостоятельная структура Отношения к МВД Никакого не имеет Министерственного центра Тоже самостоятельная структура У нас есть Совместные приказы По взаимодействию В той или иной сфере Но То учреждение Здание Содержащие там лица Это полная ответственность Данного Ведомства И оно за него отвечает Где лица Когда лица Что они делают ночью При определенных ситуациях Они вызывают сотрудника полиции Туда Не можем применять меры В зависимости от То, чего произошло Лучше там, конечно Чтобы ничего не произошло Но Ответственность За контроль Находящихся там Лиц Полностью Возлагается На это учреждение А не на полицию Полиция оказывает Содействие В той или иной мере Когда это будет необходимо Но Исполнять Несвойственные Функции Полиции Которые прописаны У ГУСИН Мы не имеем права То есть не будет Каких-то периодических Дежурств Дежурств в этом Учреждении Полиции не будет У меня есть Где дежурить Где смотреть Где вникать На ряду Полиции По очагам По лесам Понимаете В деревнях Отдаленных Это будет делаться Чтобы там Какой-то пост там был Читал и так далее Конечно же этого не будет Это прямая обязанность Сотрудник Который отвечает За это учреждение Взаимодействовать Будем Но Исполнять Несвойственные Функции Полиция этого не будет Если в целом Говорите Преступления Какие стало больше Каких меньше Можно так Найти технологии Преступления Обычный развод Какой мы Семнадцатый Двадцатый Говорим В январе месяце Вот Вызывает Блаблакар Женщина Что-то там передать С одного субъекта В другой Перекинула деньги Деньги ушли Ну как Как можно Перекинуть деньги Вообще непонятно Кому и куда За проезд И что-то отправить Понимаете В декабре Собачек покупали В январе Собачек покупали Ну Говорим 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 Последний Или предпоследний факт Был Вообще звонят Службы безопасности банка Женщине Ничего не говорите Родственникам не говорите В банке Соварите Иначе вас все обманут И идут Все делают Как вот говорят Хотя мы уже Двадцатый раз говорили Никогда Служба безопасности банка Никогда никому звонить не будет Настоятельно просил Всех родственников Заблокировать Номера Которые Не включены в список Адресные книги Вашего родственника Ну Как показывает практика Все на одном и том же На уровне прошлого года День через день Пишут заявление Обманули Коды Коды пришли Сказали И деньги сняли Или покупаем то Что там быть то не может И не на проверенных сайтах Потом Некоторые идут Граждане Вы нам Самое главное Деньги когда вернете Говорю конечно вернем Как найдем Говорю сразу вернем Вместе с банком Это наша Перестепенная задача Восстановление Социальной справедливости Очень Постараемся В этом аспекте Скажите пожалуйста Полиция нашей Присутствует Кадровый голод Если да Как и везде Как и везде Это сотрудники участковых Сотрудники Розыска Но Небольшой процент То есть Они ротация У нас живут У нас В четвертом квартале В Крым переводят сотрудники Два сотрудника В Крым То есть Смена мест жительства Кто-то военный уходит То есть Кто-то приходит Ни больше Ни меньше На уровне В этом аспекте Мы конечно занимаемся Можно все таки Ну вот Понятно Вы что думаете Что в интернет На прежнем уровне Да Осталось количество А все таки Уменьшение И увеличение Не знаю Может быть У нас А эти технологии Это же тоже кража Пункт Г Либо мошенничество Понимаете У нас По двадцатому году Нет роста За исключением Ряда выявленных Преступлений Двойной превенции Это вот Кухонные бойцы Так называемые Телесники Оружие Ну то есть Это выявляемые преступления То есть Роста нету Ну вот по январю месяцу Как показывают У нас На уровне прошлого года Это совершенное состояние Опинения Снижение ран несовершенными И снижение улиц И на уровне прошлого года И совершение несовершеннолетних Это как бы нормальный показатель Я считаю Что мы работаем Роста нету Это главное А если он есть То это все таки еще раз Это выявление латентных преступлений Это те Которые не заявляются А выявляют сотрудниками В повседневной деятельности Еще пожалуйста вопросы Несанкционерных свалок Жители Города района Привлекали За вывоз Вывоз Мы Мы привлекали Да Но если не изменять память Насколько я помню Это компетенция Все таки административных комиссий Привлечения Насколько я помню По несанкционерным свалкам Это там все таки Узнать нужно Сколько было материалов Да мы помогали материал собирать Были моменты И по ГСМ материалы Собирали Привлекали специализированные Подразделения Которые могли дать Соответствующие заключения По свалкам Все таки органы Муниципалитета А содействие Фиксации Ну это есть Еще пожалуйста вопросы Все Все Я же здесь Это ничего не значит Служба Как песня Наша служба Я опасна и трудна Помните Не покинем никогда Мы вам припомним Ну это же песня Все записано Все 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 Служба В в